Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Если быть до конца точным, то сегодняшний выпуск выходит в рубрике Skills and Tools. Многие из вас регулярно требуют рассказов о кухонном оборудовании, которые я использую. Я длительное время не снимал роликов подобного толка, потому что считал, что в интернете всяких разных обзоров величайшее множество. Однако, некоторое время назад искал информацию по съемочному оборудованию и понял, что в интернете реально полезных для меня обзоров найти практически невозможно. Поясню. Львиная доля таких статей просто тупо повторяет информацию из раздела технические характеристики устройства. И толку от таких обзоров или статей нет. Поэтому я решил, буду рассказывать про свои доводы в пользу выбора того или иного устройства. Ну и делиться опытом, насколько эти ожидания потом оправдались. Я весы по знаку зодиака, поэтому процесс взвешивания плюсов и минусов при выборе для меня священен. Через мои руки, шаловливые ручки, прошло множество кухонных гаджетов. И я для себя сделал однозначный вывод. Самый лучший гаджет – это не тот, который может многое или вообще все, а тот, который я регулярно использую. Посудите сами. Если у вас стоит в шкафу супер-пупер многофункциональный агрегат, а вы его вытаскиваете только для того, чтобы пыль протереть, то на черта он вообще нужен. Только место занимает. Так вот, мало-помалу у меня скопилось целые груды всякого электрического хлама. Электромясорубка, пара кофемолок, соковыжималка, блендер с венчиками, кухонный комбайн с ножами и прочей ерундой. А предстоял переезд, и мы обустраивали кухню на новом месте с нуля. И когда я попытался сложить всю эту груду оборудования в одну коробку, у меня волосы дыбом стали, ну, остатки волос. На новой кухне просто не было места для всего этого барахла. К тому же, все эти гаджеты были оборудованы каждым своим, ну, естественно, электрическим двигателем. То есть, вместо того, чтобы иметь один электродвигатель, который бы вращал все это дело и крутил, все эти механические части, у меня было, по сути, по электродвигателю на каждую вот эту вот фигню. Короче, дело кончилось с тем, что я приобрел один, стационарный, это важно, планетарный миксер, ну, и необходимые насадки к нему. Рассуждал я так. Если агрегат стационарный, то я волей-неволей определю для него какое-то постоянное место на рабочем столе. Они будут каждый раз доставать из шкафа все эти железяки, электродвигатели, собирать их, использовать, потом перемывать, оставлять на рабочем столе, занимая это место на рабочем столе, пока они высохнут, чтобы убрать потом обратно. А если быть до конца честным, то с агрегатами в шкафу, как только у меня возникала мысль приготовить какое-нибудь блюдо, в котором вот эти самые агрегаты могли ускорить существенно процесс, то мысли о предстоящем геморрое с вытаскиванием, использованием, отмыванием, потом опять собиранием и убиранием в шкаф отбивали начисто всякое желание готовить. В результате мы обзавелись планетарным миксером KitchenAid серии Professional 600. Заказывали его из Америки, знакомая прислала, спасибо ей за это. Professional 600 на тот момент это самая мощная в линейке KitchenAid модель, и выпускалась она тогда, не знаю как сейчас, только для американского рынка. То есть в расчете на 110 вольт. Пришлось в результате обзавестись понижающим трансформатором. До приобретения этого KitchenAid у нас в разное время было в использовании две электромясорубки. И в инструкциях к обеим мелкими буковками в конце этой книжицы было указано, что после использования в течение 10-15 минут нужно оставлять ее минимум на час на остывание. Гарантия на повреждения, возникшие в результате перегрева мясорубки, не распространялась. Почти в каждом гаджете указано, что он для бытового применения, а не профессионального. На практике это означает, что маломальски сложные условия для использования, и все, существует очень высокая вероятность, что агрегат сгорит. Я не знаю как для вас, но для меня возможность ремонта по гарантии очень слабое утешение, практически никакое. Потому что, во-первых, гарантия не вечно, а во-вторых, я просто не желаю по окончании гарантии думать, стоит ли сегодня затевать пельмени, или может, ну и ок, черт, а то сгорит еще эта мясорубка, и все тут. Поэтому я выбирал только те решения, которые производителям позиционируются как профессиональные. И скажу сразу, что KitchenAid я был доволен. Использовал его и в хвост, и в гриву. Когда мы перебрались в Испанию, то тяжеленный KitchenAid оставили в России, а здесь приобрели вот этот агрегат. Так вот, про него, про насадки к нему, и про полезность этих насадок, применительно к реальному опыту эксплуатации, я сейчас и расскажу. Первый и самый яркий показатель – это мощность агрегата. Надо учесть, что производители обожают играться с этой самой мощностью в своих рекламных буклетиках. Самый распространенный случай надувательства – это когда в инструкции указывается не номинальная мощность агрегата, а пиковая. Как вы понимаете, огромная разница. Приходите в магазин и видите два более-менее одинаковых агрегата. На одном из них честный производитель указал 300 Вт номинальной мощности, а на втором хитрецом указано 400 Вт пиковый. А по факту это оказывается меньше 200 номинальной. Киченейт, например, и хорошо бы, чтобы другие производители брали с него пример, в инструкции на эксплуатацию своего агрегата указывает, что на планетарные миксеры он ставит электродвигатели мощностью в 1,3 лошадиных силы. Это 1 кВт примерно получается. И тут же поясняет, что этот кВт – это замеренная в лабораторных условиях снимаемая с двигателя мощность. А передается на вал миксера 0,44, вспоминаем, КПД. От лошадиной силы. То есть это 320 Вт. Вот такая честность заслуживает внимания. Я сразу понимаю, что производитель не пытается меня надурить. Возвращаясь к нашим баранам, я остановил свой выбор на Кеноводе с номинальной мощностью в 1,5 кВт. Особенно приятно, что можно приобрести минимальную комплектацию, не переплачивая за ненужные насадки, а все действительно необходимые докупать отдельно. Правда, мне не повезло. В магазине оказался, как позже выяснилось, на редкость бестолковый продавец-консультант. Кеновода в наличии не было, его нужно было заказывать. И когда агрегат приехал, выяснилось, что в комплекте были те насадки, которые мне абсолютно не нужны. Но обо всем по порядку. Итак, агрегат имеет 4 вала отбора мощности. Вал планетарного миксера. Вал для подключения мясорубки, соковыжималки и всякого такого прочего. Он закрывается вот такой вот удобной крышкой. И два вала наверху. Средне-скоростной и высокоскоростной. Разное по форме гнездо для подключения. Пройдусь по насадкам. Итак, что касается миксера. Крюк для вымешивания теста. Густого теста. Нержавейка. Можно мыть в судомоечной машине. Форма чаши и совпадение дуги вот этой чаши с формой крюка и траекторию его движения не очень удачные. Когда я вымешивал тесто в китченеде, то высыпал в чашу 2-4 стакана муки, добавлял воды, дрожжей. Включал и забывал про миксер на 5-10 минут. В результате получал идеально вымешанное тесто. С этим миксером для получения той же консистенции нужно месить 10-15 минут. Либо периодически приподнимать крюк прямо во время вымешивания, чтобы комп-тесто более равномерно месился. Безусловно, если для вас это будет первый опыт использования планетарного миксера, то вы будете от него без ума. Но у меня-то уже есть чем сравнивать. Поэтому ничего не могу сказать про другие модели Кенвуда. Но в сравнении конкретно вот этого, Кенвуд Майор Титаниум с KitchenAid Professional 600, однозначно выигрывает по вымешиванию теста американец. Однако не забываем, что у моего американца было 600 ватт мощности, да еще и при 110 вольтах напряжения. А у Кенвуда 1,5 кВт. Поэтому я и сделал выбор в пользу него. Следующая насадка. Лепесток. Предназначено для вымешивания более жидкого теста фарша. Фирменная буква К. Материал нержавейка. Претензий к форме, качеству изготовления, к покрытию нет. Сделано идеально. Вы не представляете, насколько эта штука экономит время при вымешивании фарша. Ну, вы видите, насколько часто я ее использую в своих видеороликах. Следующая насадка. Венчик для взбивания. Тоже вопросов нет. Нержавейка. Моется в посудомоечной машине. Прекрасно. Хит. Супер насадка. Китченедик такой, к сожалению, нет. Пластик. Металлический вал. В эту пластиковую конструкцию одевается вот такая силиконовая гребенка. Эта штука идеально растирает желтки с сахаром. Сливочное масло с сахаром. Жидкое тесто. Короче, для кондитерки эта насадка обязательно. И кондитеркой я стал заниматься, когда она у меня появилась. Все перечисленные насадки имеют вот такой регулировочный узел. Очень просто отрегулировать правильную глубину погружения насадки в чашу. Кстати, мне вот только что идея в голову пришла. Может быть, претензии к вымешиванию можно снять просто подрегулировав высоту крюка. Попробую. Чаша миксера прикрывается вот такой вот легкосъемной крышкой от разбрызгивания. Материал пластик. Имеет вот такую крышку для добавления в чашу всякого разного. Это еще один венчик. Я его заказывал отдельно. Потому что продавец-консультант в магазине оказался, как бы помягче сказать, некомпетентен. Утверждал, что в основном комплекте венчика нет. Этот венчик имеет более толстую, более жесткую проволоку. Сравните. Вот этот венчик был в комплекте, а вот этот доп. поставка. Дополнительный я ни разу не использовал. Просто потому, что нет нужды. Перехожу к мясорубке. Металл. Имеет три решетки. Диаметр отверстий 3 мм, 4,5 и 8 мм. Чаша для продуктов при использовании мясорубки. Широкая, просторная, очень удобная. Это крышка на чашу. Не знаю, для чего она. На самом деле, теоретически предполагается, что именно в нее должен выпадать перемолотый фарш. На мой взгляд, штука совершенно бесполезная, потому что любой фарш надо перемешать. Поэтому я фарш перемалываю сразу в эту чашу. В комплекте к мясорубке идет шток-толкатель для продуктов. Он же одновременно является и контейнером для хранения насадок для набивки колбас. Это удобно. Они все в одном месте. Насадки. Два диаметра цевок для колбас. Одно стопорное кольцо, чтобы шнег мясорубки не вылетал. И вот такая насадка для набивки кебабов. Я их не готовлю, поэтому для меня это бесполезная штука. Что касается набивки колбас. Посмотрите, вот в этом выпуске я рассказываю про колбасный шприц. И из него вы поймете, почему я его купил, имея уже вот такой вот комплект на руках. С мясорубкой закончили. А, забыл упомянуть. Вот такой вот удобный ключ для откручивания этой гайки. Следующая насадка. Вот такой вот комбинированный измельчитель. Для меня крайне удобен. Дело в том, что мясорубка измельчает фарш достаточно крупно. А для приготовления сарделек, сосисок фарш нужно измельчать в эмульсию. И я это делаю здесь. Кроме того, некоторые виды теста для хлеба и быстрее, и удобнее готовить тоже здесь. Нелегко получить очень мелко измельченную пасту. Например, совершенно потрясающий соус сальсаберде. Если не видели, щелкайте вот сюда и смотрите ролик. Ну или заглядывайте в описании видео, ссылка там будет. Я готовлю вот в этой штуке. Что касается качества изготовления. Вот эту чашу и вот этот узел мыть в фасудомоечной машине не стоит. У чаши царапается и теряет вид вот эта ручка. Видите, какой ужас. А вот этот узел сделан, по-видимому, из силумина. И на металле появляются следы окислов. Я несколько раз помыл. Теперь вот жалею. Вместо вот этих ножей сюда можно установить вот такие диски. Этот, например, для мелкого натирания сыра. Или вот такой. Он режет все в мелкий кубик. Однако я этими терками и дисками не пользуюсь. Мне гораздо проще, быстрее нашинковать 3-4 луковицы ножом, чем пачкать вот эту вот конструкцию, а потом перемывать все в фасудомоечной машине. Следующая насадка. Блендер. Колба из стекла. Объем 1600 мл. Есть комбинированная крышка. При измельчении можно закрыть крышкой, чтобы брызги по всей кухне не разлетались. А если в процессе нужно добавить какого-то продукта, то открываем центральную часть и, не останавливая работу блендера, спокойно все добавляем. Очень удобно. В нем я измельчаю супы-пюре, соусы, колбы, кстати, из термостойкого стекла. Дети готовят молочные коктейли с бананом. Я гаспачо в нем делаю. Если пропустили, щелкайте сюда и смотрите. Потрясающая штука. В описании ролика тоже обязательно ссылку размещу. Следующая полезная штука. Измельчитель всего подряд. Можно использовать в качестве кофемолки. Измельчитель для пряности, для получения сахарной пудры, для измельчения в пасту соусов и прочего. Плотно, считай, герметично закрывается. В комплекте идет 4 таких колбы и 4 крышки к ним. Очень удобно. Гораздо удобнее обычной кофемолки. И что особенно приятно, прекрасно моется в посудомоечной машине. Хотел бы я посмотреть, как вы электрическую кофемолку в посудомоечной машине мыть будете. Однозначно, супер девайс. Использую его и в хвост, и в гриву. Также в комплекте шли кухонные весы, электронные. Я их использую. Удобные. Поверхность из стекла. Легко мыть. Однозначно полезные насадки. Перечислил. Теперь перейдем к относительно полезным. Соковыжималка для цитрусовых. Дети мои, соки на ней часто давят. Я же ее использую редко. В принципе, нормально. Насадка для меня совершенно бесполезная. Предназначена для шинковки сразу большого количества овощей. К ней идет кучка дисков, которые обеспечивают нарезку в мелкий крупный кубик, в ломтик и так далее. Во многом, эта насадка дублирует по своим функциям вот эту штуку. Разница только в том, что здесь нашинкованный продукт падает в эту колбу, а здесь в подставленную посудину. То есть, при помощи этой насадки, без разборки для освобождения емкости для овощей, можно нашинковать огромнейшее, ну, практически любое количество продуктов. Мне, при моих домашних объемах нарезки овощей, это просто не нужно. Я, как уже сказал, гораздо быстрее и проще сделать ножом. Для какого-нибудь кафе или ресторана штука, наверное, полезная. Кроме того, у Кенвода есть насадки для раскатки теста на лапшу. Ну, и изготовление самой лапши. У меня были такие для китченейда, но я их использовал не настолько часто, чтобы сейчас тратить на них деньги. Поэтому я их не покупал. Еще Кенвод, например, делает насадку для перемалывания крупы. Крупорушку. Я сам никогда не собирался готовить муку, поэтому мне такая штука без надобности. Возможность приобретать отдельно насадки по своему выбору, ровно те, которые нужны, это отличный способ собрать ровно тот набор, который будет постоянно использоваться, а не лежать в шкафу мертвым грузом. Можно, конечно, приобрести и использовать отдельную мясорубку, отдельную соковыжималку, отдельную кофемолку. Но это всего лишь означает, что вы приобрели три электродвигателя. И храните три электродвигателя вместо одного на своей, возможно, не такой большой, как хотелось бы кухне. Да, кроме этого агрегата, у меня есть еще небольшой набор разной техники на кухне, и в следующих выпусках Skillz & Tools я обязательно о ней расскажу. И поясню, почему я пришел именно к такому набору. Подводя итог, я советую при выборе кухонной техники не вестись на рекламные буклеты в духе «этот агрегат может все». Оцените, что вам реально нужно получить от того агрегата, который вы приобретаете. Помните, что каждая дополнительная функция, которая может быть когда-нибудь понадобится, если вдруг понадобится, это и дополнительные деньги. Эта функция стоит также и дополнительного объема ваших кухонных шкафов. Обращайте внимание на мощность приобретаемого оборудования и делайте осознанный выбор. Мой набор стоил чудовищно дорого, и я до сих пор морщичь вспоминаю об этом. Единственное, что меня в какой-то мере примеряет с этими тратами, так это то, что я использую этот агрегат минимум 10 раз в месяц, а то и чаще. И он мне экономит чудовищное количество времени на кухне. Однако у всех свои вкусы и кулинарные привычки, поэтому, собирая необходимый вам набор кухни и техники, исходите из того, что вы чаще всего готовите, и какие именно необходимые для вас работы выполнит для вас ваш агрегат. Допустим, вы часто готовите что-то из фарша. Да, фарш можно приготовить и в обычной мясорубке. Но вот вымесить фарш необходимо, и эту работу может взять на себя фонидарный миксер. Или, к примеру, любите вы побаловать себя и близко к бисквитами или маффинами. Так вот, пока вы занимаетесь начинками или прочими делами, он замешивает тесто без вашего участия. Дорогого стоит. Ну и, конечно, стационарность. Всегда готов к работе, и не нужно убирать в шкаф по окончании работ. Тоже экономит время. Вот и все, что я хотел вам рассказать сегодня. Возможно, мой взгляд и мой подход к организации кухонных работ поможет сделать вам осознанный выбор техники. По крайней мере, я приложил к этому максимум усилий. Обратите внимание, сегодняшний выпуск не является ни рекламой Китченейда, ни рекламой Кенвуда. Я понятия не имею, где их можно купить. Я понятия не имею, где находятся и есть ли вообще в природе в сервис-центре. Магазин, в котором я приобретал этот набор здесь, в Испании, тоже никому не посоветую. Напомню, консультант был на редкость бестолковым, и я в результате получил совершенно ненужные мне насадки. Выбирайте и оценивайте кухонную технику, исходя из своих задач, из своих кулинарных привычек. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok